Ребят, всем привет! Вы на канале Цветанутая Я. Меня зовут Маша. И сейчас мы с вами будем быстренько вскроем посылочку, потому что я... сил у меня нету. Хочется быстренько открыть ее и все. У меня вообще нет желания открывать какие-то посылки в последнее время, потому что последние две посылки пришли, полное разочарование. Поэтому я... Понимаете, у меня просто не лежит душа даже открывать. Я на почту сходила. Мы были на даче, она там два дня на почте пролежала. И... И вот сегодня я забрала. Но желания открывать ее нету. Она у меня лежит с утра. Так. Ладно, думаю, надо уже открыть. Еще же снять надо. И все. Мое-мое. Запаковали так насмерть прямо. Скотча сколько намотали. Недаром 200 рублей берут за упаковку. Это... Это из закупки у меня пришло. Из предыдущей закупки. Я не знаю, уже показывали или нет. Вот. Дисхидия сныли. Смотрите, она отошла. Прекрасно себя чувствует. Ну, не прекрасно, конечно. Но намного лучше. Она жива. Так. Слушайте, это ей надо было открыть сразу. А потом с вами тут разглагольствовать. Потому что я думала, сейчас быстренько открою. А тут быстренько не получается. Она какая-то прям... Это не знаю из-под чего у них упаковка, но она прям... Да... Где они взяли коробку? Я не знаю. Если бы они коробки покупали, я бы еще поняла, что они деньги за упаковку берут. Они же не покупают. Так. Все. Наконец-то. Нет, не наконец-то. Еще вот тут. Боже мой. Ребята, извините за вот это. Надо было сразу открыть. Ну, ладно. Растений немного. Я вам сейчас по-быстрому покажу. Наконец-то. Чудо свершилось. Не знаю, жив ли тут кто-нибудь. Очень надеюсь, что живы. Здоровы. В общем, это, представьте себе, это не хои. Удивительно, да? Я бы сказала не хои. Так. О. Первое это Алаказия Жаклин. Понятия не имею, как их реанимировать, как с ними обращаться. вообще. Ой. Да, вот многие жалуются, то, что они перевязывают вот эти вот шеи, шеи, вообще цветы вот так вот. Но каким-то растениям ничего страшного, каким-то вредит это. Мне кажется, просто к упаковке надо подходить индивидуально. Надеюсь, моя не пострадает. Но видно сразу, что тургор потерян, да? Жива, не жива, не знаю, но надеюсь, она во мху хотя бы. Если нет, то я буду ее в мох пересаживать. Да йоксель, моксель, как меры стоп-упаковки. Я стала в последнее время раздражительной. Ну да, она не во мху, она в торфе. В торфе, вот. Это была детка, видимо. Ладно, я ее сейчас полью и поставлю куда-нибудь. Так, куда тебя поставить, подружка моя? Ну, давай вот в этот стаканчик немножечко полью ее. будем отпаивать. Так, мне говорили, что здесь свет плохой, но лучше я не могу ракурс найти. Может быть, наоборот, надо вот так вот вертикально показывать, чтобы свет падал, да? Да, так лучше. Ну, грязненькая, не знаю. Вроде не покусанная никем, но грязненькая. Это не факт, что она не покусанная. Мы все это будем обрабатывать в любом случае. И опять килограмм скотча. О! Стоп! Это Боже, а это я забыла, как называется. Я сейчас пока буду вам открывать. Быстренько залезу в сообщение. Так. Как называется? Как называется? Да, хавортия варигатная. Сейчас мы ее откроем. Как они ее замотали? Мне кажется, она должна быть более пушистой и большой, но получается, что она не такая. варигатная. Сколько же упаковки. Девочки, это от усталости вы меня потерпите. Ой, тут даже камушки какие-то. Ой, посмотрите, какая. Я не знаю, где она тут варигатная, но она мне нравится просто, какая она есть. Красивая. она такая светло-зеленая с такими прожилочками. Да. Ну ладно, в общем, я ее пересажу, поставлю на солнышко и посмотрим, будет она какая-нибудь варигатная или нет. Но в любом случае она отличается от моей зеленой. У меня есть зеленая и теперь будет такая. Может быть, я даже их вместе посажу для красоты, да? я вам, наверное, в этом же видео и покажу, где, кого, куда я посадила. Вот такая. Я ее не буду, наверное, поливать, это же суккулент. Я в суккулентах не очень разбираюсь, но я так понимаю, что ее не надо прям сразу поливать. Я ее пересажу и потом вместе с той полью. Да. Достала варигатную хавортию. У нее корней достаточно много. хорошие корни. И еще у нее нашла удобрение зелененькое. Она вроде осмокота, только зеленая и оно все сдулось такое. Вот. Это моя хавортия с двумя детками. Я ее тоже буду сажать в тот же горшок. Хочу сделать композицию, не композицию, но просто хочу их вместе посадить в одно кашпо. Надеюсь, они друг друга точнее зеленые варигатную не сильно потеснит. Буду сажать в минеральный грунт. Надеюсь, им понравится. Вот такая композиция у меня получилась. Здесь варигатной хавортия, здесь обычно зеленая с детками со своими. Они, если будут расти, то они как бы в эту сторону будут расти и варигатной мешать не будут расти. И вот какая-то штучка тоже суккулентная посадила сюда. Я не знаю, не помню, как называется, что-то я узнавала, но потом потеряла название. Ну, если она выживет, я, конечно, ее узнаю, но у меня суккуленты не очень хорошо растут. И поставлю на балкон на солнышко, пока август, пока есть возможность солнышку посветить и не холодно. Я промыла корни Алаказия Жаклин. Сейчас попытаюсь вам показать это чудо. Смотрите, вы видите? Вот и вот и вот у нее проростки маленьких деточек и зачатки деточек. Такая она сама малышка, а у нее уже зачатки деточек. Бедняжечка моя. Я ее сейчас посажу в минеральный грунт, говорят, Алаказия нравится. Ну, типа, лечуза, так у меня не лечуза. И пускай наращивает. Она, кстати, не плохие у нее листочки, они просто помялись. Они наклонены, но они живые все. Я ее полила, она напиталась и, ну, возможно, что-то поотваливается, как, конечно, какие-то листочки, но я надеюсь, что отойдет. Так, вот такая малышечка у меня получилась. Алаказия Жаклин. Она не вялая, она просто почему-то так растет, как будто, ой, полилась, вода, как будто она лежала боком и, или вообще кверх ногами, и росла в ту сторону. Может быть, это в посылке она так перекрутилась, я не знаю. Кстати, классная такая на ощупь, шершавенькая. Ну, понятно, что эти листочки не самые красивые, а что у нее может быть, надеюсь, что у меня она придет в себя и будет красоточкой. Вот так вот я посадила, полила и, надеюсь, приживется.